Каждый год в День молодежи проводится открытый фестиваль граффити. Самые креативные и талантливые художники собрались на стадионе «Строитель», чтобы проявить свои способности в уличном искусстве. Именно сегодня стена стадиона сменит свои краски на целый год. Вот такими легкими и профессиональными движениями на белой стене начинают появляться будущие картины. Среди них уже выделяется реалистичный набросок собаки Стаффорда. Но удивляет не столько рисунок, сколько художник, который его создает. Ведь это единственная девушка на фестивале. Я на самом деле долго думала, что нарисовать, но хотелось какую-то тему связать со спортом. Но в итоге не пришло мне ничего хорошего в голову, кроме того, чтобы нарисовать Стаффорда. Мне кажется, это какое-то воплощение силы, мощи. По профессии Анастасия художник, а познакомилась она с уличным искусством сравнительно недавно, когда училась в университете. Теперь для нее это не просто хобби, но и работа. Несмотря на большое количество заказов, она всегда находит время для подобных фестивалей, чтобы ее творчество не осталось незамеченным. Ну и, конечно, приятно проводить время в компании единомышленников и создавать вместе с ними такие шедевры. Это, наверное, четвертый год подряд у нас идет. То есть первый был пробный такой, насколько это будет удачно, но все получилось. Действительно, людям это интересно. Вот это искусство граффити заинтересовывает и нашу молодежь, и просто зрителей. Ну и очень много ребят этим увлекаются и рисуют. Ну, поэтому решили проводить это каждый год. В этом году участниками фестиваля стали 10 граффитистов из Клина, Москвы, Твери и даже Ярославля. Несмотря на то, что художники рисовали весь день, на их лицах не было видно усталости, ведь они с энтузиазмом делали свою работу. А как иначе, если ими движет любовь к искусству? В итоге стена приобрела новый вид, яркие взрывные краски, сюрреалистичные лица и море фантазии. Теперь они будут привлекать внимание не только спортсменов, занимающихся на стадионе, но и всех прохожих. Ну, а в первую очередь, они, наверное, увидят центральный рисунок Анастасии. Хоть художница до конца и не знала всех деталей, которые завершат ее рисунок, но он получился очень эффектным и реалистичным.